о пользе произнесения слов «Причист Аллах», «Хвала Аллаху», «Нет Бога, кроме Аллаха» и «Аллах Велик». Передают, что посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «С того, кто по сто раз в день станет говорить «Субхан Аллахи ва бихамди», «Причист Аллах и хвала ему», будет снято бремя всех его грехов, «Даже если по обилию своему они будут подобны пене морской». Передают также, что посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Человек, который десять раз произнесет слова «Ла Иллаха Илла Аллаху вахдаху ла шарикаля» «Ляху льмульку ва ляху льхамду ва хува аля куллишей инкадир» «Нет Бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища, ему принадлежит власть, ему хвала, и он все может, уподобится тому, кто освободит четырех рабов из числа потомков Исмаиля». Передают также, что посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Есть два слова, которые любит милостивый, и для языка они легки, а на весах будут тяжелы». Это слова «Субхан Аллахи ва бихамди, субхан Аллахи ль азим». «Причист Аллах и хвала ему, причист Аллах великий». Передают также, что посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине произносить слова «Субхан Аллах», «Вальхамду лиллях», «Валя иляха илля Аллах», «Валлаху акбар». «Причист Аллах», «Хвала Аллаху», «Нет Бога, кроме Аллаха, и Аллах велик». «Я люблю больше того, над чем восходит солнце». Передают, что Саад ибн Абиваккас, да будет доволен им Аллах, сказал, «Однажды, когда мы находились у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он спросил, сможет ли кто-нибудь из вас ежедневно совершать тысячу добрых дел? Один из его собеседников спросил, как же может человек совершать тысячу добрых дел? И пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Он может делать это, если станет восхвалять Аллаха по сто раз в день, и тогда ему будет записываться тысяча добрых дел, а бремя тысячи прегрешений будет с него сниматься». Передают, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Для того, кто произнесет слова, «Субхан Аллахи л'Азими ва биханди, причист великий Аллах и хвала ему, в раю будет посажена пальма». Передают, что Абу Муса Аляшари, да будет доволен им Аллах, сказал, «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил меня, «О Абдуллах бин Кайс, не указать ли тебе на одно из сокровищ рая?» Я ответил, «Конечно, о посланник Аллаха». И тогда он сказал, «Говори, нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха». Передают, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Больше всего Аллах любит четыре слова, «Субхан Аллах, вальхамду лиллях, ва ла иляха илля Аллах, ва Аллаху акбар, причист Аллах, хвала Аллаху, нет Бога, кроме Аллаха, и Аллах велик, из какого бы из них ты ни начал, это не повредит тебе». Передают, что как-то раз к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел один бедуин и попросил его, «Научи меня каким-нибудь словам, которые я стану повторять». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему, «Говори, «Ла иляха илля Аллаху вахдаху ла шарикаля, Аллаху акбар кабира, вальхамду лилляхи кафира, ва субхана Аллахи раббил ааламин, ла хауля ва ла кувата илля биллахи ла азизи ла хаким». Нет Бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища, истинно велик Аллах, многое хвала Аллаху, причист Аллах, Господь миров, и нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха, всемогущего, мудрого». Бедуин сказал, «Это для моего Господа, а что же для меня?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Говори, «Аллахум магфирлий, вархамний, вахдиний, варзукний». О Аллах, прости меня, помилуй меня, выведи меня на правильный путь и даруй мне средства к существованию». Передают, что когда кто-нибудь принимал ислам, пророк, мир ему и благословение Аллаха, сначала обучал этого человека, как следует совершать молитву, а потом повелевал обращаться к Аллаху с такой мольбой. «Аллахум магфирлий, вархамний, вахдиний, ваафиний, варзукний». О Аллах, прости меня и помилуй меня, и выведи меня на правильный путь, и избавь меня от бедствий, и даруй мне средства к существованию. Передают, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Поистине лучше всего взывать к Аллаху, говоря «Аль-хамду лиллях», «Хвала Аллаху», а лучшим поминанием Аллаха являются слова «Ля-иляха-илля-ллах», «Нет Бога, кроме Аллаха». Передают также, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «К числу праведных дел, плоды которых вечны», относятся произнесение слов «Субхан Аллах», «Валь-хамду лиллях», «Валя-иляха-илля-ллах», «Валлаху-экбар», «Валя-хау-ля-валя-куввата-илля-биллях». «При чисто Аллах», «Хвала Аллаху», «Нет Бога, кроме Аллаха», «Аллах велик», «И нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха». «Валя-кувссс» «Валя-кувссс» «Грэнц» «Пал-1-льюкс» «От